Всем сладким хомячкам большой привет! Сегодня мы с вами будем кушать пельмешки в неплановое видео. На самом деле я не собиралась снимать пельмени, у меня была другая идея. Просто мама сегодня утром отварила себе пельмени и мне настолько захотелось. Со вчерашнего вечера мама говорит, что я хочу пельмешки. Она чей-то мукбанг посмотрела и говорит, что хочу пельмени. Не села вчера лепить, до ночи сидела лепила, а сегодня утром себе отварила. Ну как утром, прикиньте, я сегодня встала в 12. Ужас просто. Историю вам не сняла в инстаграме. Блин, майонез со всех сторон течет. Что за майонез такой? Ну в общем, встала я сегодня поздно, а все потому, что я немного вам изменяла. Признаюсь честно, у меня появился второй канал, который называется Айка Бум. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Переходите обязательно. Я прям горю этим каналом. Хотя я знаю, что, скорее всего, миллион подписчиков и так далее у меня там не будет. Потому что это рубрика, которая нравится не всем. Точнее, мало кому. Но мне очень нравится. Мама немножко ругает. Мама говорит, вот заняться тебе нечем. Какими там детскими вещами занимаешься. Это все равно не наберет. Такое снимаю девочке лет десяти. Я, конечно, это все понимаю, но мне хочется. Я вот с детства очень люблю рисовать. Обожала всегда какие-то анкеты. И вот вчерашний день я реально просрала. У меня было куча идей. Что можно было снять. Дома был салат, с которым я могла снять мукбанг. Интересный салат такой с грибочками. Поляна называется. А в конце ничем. Весь день сидела, рисовала. Ну, я так расслабляюсь. Каждому что-то свое. Я хочу оскорбить свой контент. Но Есть такой странный контент на ютубе. Который все вокруг говорят. Например, кто такое смотрит? Это же вообще не интересно. Это все смотрю я. Все эти асмр. Бумажные сюрпризы. Я обожаю. Еще плюс вчера не работал фейсбук, инстаграм и ватсап. Оказывается, это почти одно и то же. То есть принадлежит одной большой компании. И как я поняла из источников, что их хотели взломать, точнее взломали хакеры. Ну, я как-то, знаете, не сильно почувствовала это. Потому что, например, в фейсбуке я вообще не сижу. У меня даже нету профиля в фейсбуке. В инстаграме и ватсап, например. Ватсап я легко могу заменить телеграмом. У меня у всех знакомых есть телеграм. Мне самой даже удобнее в телеграме переписываться. Поэтому, если вдруг инстаграма, фейсбука, ватсапа не станет, ничего страшного. Вы знаете, самое страшное заключалось в том, что когда я увидела, что эти соцсети не работают, я сразу очень испугалась. Потому что 27 сентября прошлого года я утром проснулась. Причем рано утром. Смотрю, у меня интернет не работает. Ни одна соцсеть не работает. Просто ни одна. Я подумала, что проблемы с интернетом. Позвонила интернет-провайдеру. Там тоже линии были переполнены. Мне никто не ответил. Потом начала звонить своему парню. Он тоже не ответил. В общем, сижу. Думаю, что происходит. Непонятно. Так как у нас дома никто вообще телевизор не смотрит. Даже бабушка в последнее время не смотрит телевизор. В общем, я как ни в чем не бывала. Занимаюсь своими какими-то делами. Снимаю какой-то контент. Вижу, что интернет не работает. Но думаю, ничего. Материал пусть останется. Вижу, что совсем мне скучно. Спускаюсь вниз в супермаркет. И там в супермаркете мне говорят, что оказывается началась война. Это был вообще шок. Потому что на тот момент у меня парень был в армии. Поэтому я очень перепугалась. Начала прям звонить сто раз по телефону парню. И вот эти вот ощущения, они не забудутся, наверное, никогда. Вот вчера, когда отключили интернет, я подумала, все. Сто пудово опять что-то намечается. Но потом узнала, что оказывается не только у нас такая проблема вообще по всему миру. И тогда я обрадовалась. Ну хорошо, хоть бы не только у нас. Но за эти несколько часов у меня просто в Телеграме появляется уведомление, когда кто-то из моих контактов открывает себе Телеграм. Столько людей скачало Телеграм. Работает обалденно. Обожаю Телеграм. Вкусные пельмешки. Вкусные пельмешки. Я вам оставлю в инфобоксе. Рецепт на маринованные чемпиньоны и корейскую морковку. Все будет в инфобоксе. Забыла под конец видео. Сказала. Если мама это увидит, она меня просто задушит. Сказать честно, я вам говорила, да, мама к своему каналу относится просто как к третьему своему ребенку. Если вдруг я в видео забуду сказать, что рецепт в инфобоксе и не дай бог мало людей перейдут или вообще никто не перейдет и не посмотрит ее видео, ее рецептик, это будет нечто. Не то, что она устроит скандал, она просто обидится. Ты, например, что-то спрашиваешь у мамы. Там, например, чай есть. У мамы такая в телефоне. Не знаю, посмотри. Вроде бы она как бы не обиделась разговаривать с тобой. Но в то же время с таким обиженным лицом в таких случаях я всегда подхожу к маме миллион раз извиняюсь перед ней и говорю, я больше так не буду, мама. Я в сообществе тебя выложу. Я умолять буду подписчиков, чтобы они посмотрели это видео. Я сама сто раз посмотрю. Дело тут, знаете, не в заработке, а именно в каком-то хобби мамином, где ей хочется, чтобы ее видео хорошо набирали. А у меня память просто куриная. Я так часто забываю. Идем, например, на какое-то мероприятие, там, не знаю, на посиделке с братом. И мама сразу начинает. Вот занимается только своим каналом. А как же мой канал? У нас реально дома нету такого, что, например, я маме в месяц даю, например, 30 тысяч рублей. Это тебе на продукт. У мамы всегда в руках карточка, в которой, ну, хорошее количество денег, и она может тратить сколько угодно. То есть дело не в том, что она что-то себе хочет, не может себе купить. Из-за этого хочет развивать свой канал, чтобы зарабатывать себе. Дело не в этом. Дело не в деньгах вообще. Я в этом плане, вот жалко, вы меня не знаете. И по отношению к друзьям, и по отношению к своим родным. Вот в плане денег я не люблю, знаете, таких людей мелочных. Например, меня приглашают куда-то, моя подруга с мужем. И они считают, что, ну, раз они меня пригласили, тем более муж, мужчина, он закроет счет. Я сразу говорю свою позицию. Всегда. Я говорю, что я за себя заплачу сама. Если вы не согласны, то... то я не иду. И все. Или, например, я кому-то что-то должна. Вот я ненавижу это. Элементарно, я когда риелтору платила деньги, риелторские, там получается 1%. Мне надо было отдать 570 монат. Я ему сразу отдала 600. Многие всегда округляют, например, как им выгодно. Например, дают в 500. Я всегда говорю, не знаю, как на русском, это на запчанском, халалолсун. Чтобы кто-то, например, мы один-два раза с ним видели, убедились, чтобы кто-то не повернулся, например, за моей спиной. И не сказал, какой она человек мелочный, крыса просто. Если за меня где-то там так получилось, что заплатили, я всегда чувствую себя виноватой, я должна это вернуть, я должна это отдать. в этом плане мы очень похожи с моим братом воюжным. Он тоже такой же. Не любит ни от кого быть зависимым. Никогда вот этих мелочных разговоров у него нет. Мне кажется, я бы не смогла общаться с человеком, который вот использует, кидает. И частенько я вижу, например, людей, которых используют, и они не замечают этого. И я просто поражаюсь, как можно это не замечать. как вкусно было. Сок прям под кофту. Сняла, кстати, цепочку, которую подарил мой парень, хотя планировала носить ее прям постоянно, не снимая. я не знаю, почему. У меня какая-то апатия. Я не могу носить украшения в последнее время. Причем мне хочется их покупать еще, но носить. Не знаю даже, с чем это связано. Все лежит в шкатулке, и мне опять хочется купить. Я поела, наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписаться. Всех люблю. Пока.